МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все сделано для того, чтобы эти занятия стали доступны не только для наших детей, но и для жителей, которые проживают рядом. Для нас это очень важно, так как занятость наших детей, наших жителей, особенно спортивная занятость, это важный элемент здорового образа жизни. И я думаю, что меньшее количество уважаемых жителей нашего района будет ходить в наши поликлиники. Здоровое подрастающее поколение – это один из приоритетов развития региона, поэтому так много делается для того, чтобы молодежь беспрепятственно могла заниматься спортом. Администрация Ленинского района стремится возобновить у населения привычку сдачи ГТО, и новый стадион обещает стать отличной площадкой для этого дела. Один из тех, кто удостоился чести торжественного поднятия флага, в спортивную деятельность начался с сдачи ГТО, а с годами дослужился до мастера спорта и заслуженного тренера Советского Союза. В школьном возрасте начинать заниматься спортом и именно комплексом ГТО в конечном итоге люди втягиваются. Я желаю, чтобы вот таких стадионов было больше, и чтобы комплекс ГТО опять вернулся в нашу нормальную спортивную жизнь. На открытии школьники продемонстрировали гостям свои спортивные навыки и приняли участие в символичном забеге, старт которому дал глава района Олег Хромов. Ребята рады стадиону, теперь возможностей для занятия спортом стало еще больше. Это очень хорошо, что теперь у нас появился стадион, теперь можно заниматься спортом и даже после школы приходить на выходных с друзьями, с родителями. Я думаю, данное событие принесет в жизнь школы много нового, так как стадион – это очень важная часть. Я рад за нашу школу. До конца года в городе Видное откроются еще два стадиона. Между седьмой школой и гимназией, а на территории четвертой школы, помимо спортивной площадки, будут расположены теннисные корты. Юлия Погосян, Павел Динатьев, Анастасия Нарухонова, Видное ТВ.